Я вообще не против моды, я не против необычной одежды, потому что все это позволяет добавить изюминки обычным гардеробам. Я просто удивляюсь пропорции, в которой необычная и одноразовая одежда представлена в магазинах относительно обычной и качественной многоразовой. А еще я против вот этого вот подхода. Надену пару раз и выкину. А что такого? Судя по обсуждению в моем инстаграм, очень многие девчонки не знают или просто никогда не задумывались об экологической нагрузке, которая связана с индустрией моды, особенно быстрой моды, которая обрушилась на нас в этом году с утроенной после карантинной силой. Давайте в этом видео мы с вами разберемся, чем вообще опасны одноразовые вещи и посчитаем, сколько они стоят на самом деле, даже если на бирочке с их ценой написаны какие-нибудь символические 499 рублей. Обещаю, у многих из вас сегодня изменится отношение к дешевой одежде, добавится ситых волос и осознанности на шопинге. И я сделаю для этого все возможное, потому что, девочки, у нас нет запасной планеты. Все началось с того, что мода стала быстрой. Она, надо признать, несколько замедлилась в карантин, но потом она стала еще быстрее. Быстро меняются тренды, быстро отшивается одежда, ее можно моментально купить, и она даже сама к тебе приедет, и тоже очень-очень быстро, буквально через час. Если еще 20 лет назад модные дома выпускали 2 коллекции в год, то сегодня некоторые ритейлеры отшивают больше 50 коллекций за год. Быстрое производство, быстрые продажи, быстрое потребление. Сколько и каких нам нужно вещей? Вот я уверена, что, конечно, нет одного ответа на этот вопрос, такого единого, верного для всех, универсального. Нет, его нет, потому что нет двух одинаковых людей. Но все же есть логический предел, правда? Эксперты посчитали, что в прошлом году было произведено 150 миллиардов вещей. При этом в среднем одежду надевают всего 10 раз, потом выкидывают и покупают новую. А каждая пятая купленная вещь не носится вообще ни разу. С начала нулевых срок использования одной вещи стал короче в 5 раз, и мы продолжаем ускоряться. Мы стали покупать одежду не потому, что нам нечего носить, а чтобы получить вот это быстрое короткое удовольствие. Причем это удовольствие мы получаем не столько от вещи, которые мы покупаем, сколько от самого факта совершения покупки. Продажи через интернет, много дешевой одежды. Все это превратило шоппинг в такое дешевое, доступное развлечение. И уже вообще не важно, что вы там покупаете. Важен сам процесс. Вы купили, оно теперь ваше. Надо следующее. Кстати, ученые выяснили, что мы получаем гораздо больше удовольствия, когда мы считаем, что мы купили что-то очень выгодно. И вот для этих целей нам предлагают скидки и регулярные распродажи. И быстрая мода отлично кормит этот специфичный неврологический процесс в нашем мозгу. Во-первых, одежда сегмента масс-маркет, то есть та самая быстрая мода, она доступна по цене. Во-вторых, коллекции в магазинах постоянно обновляются, и это значит, что у покупателя всегда есть перед глазами что-то новенькое, что он может захотеть. Как получить прибыль от продажи настолько дешевой одежды? Ну, логично, что для этого надо продавать ее тоннами. И именно этим и занимается быстрая мода. Вот этот вот раскрученный маховик фастфэшн требует огромной скорости, и прежде всего на этапе производства одежды. А кто ее шьет? 97, вот только задумайтесь над этой цифрой. 97% одежды, которая продается в магазинах, произведена в странах третьего мира. Почему? Потому что система фастфэшн держится на том, что мы можем покупать много, но по низкой цене. Чтобы эту цену обеспечить, производители переносят свои производства в бедные страны. А теперь самое интересное. В каких условиях шьют эту одежду? Компании Мессмаркет очень долгое время вообще скрывали, кто, где, в каких конкретных условиях, за какие зарплаты шьет все вот эти вот наши одноразовые вещи. Но катастрофа 2013 года в Бангладеш помогла этой тайне выйти наружу. Тогда под завалами фабрики Рана Плаза в городе Дака погибло более тысячи человек. И накануне трагедии в здании была обнаружена большая трещина в стене. Большая часть организации при этом не вывела своих людей на работу, остановила производство. Но только не руководство швейных цехов. В итоге произошло обрушение, и под завалами погибли в основном женщины и их дети. И тогда мир узнал, что именно эти люди создавали одежду для манго и бенетон. Справедливая оплата, человеческие условия труда. Ну, честно говоря, у модных гигантов до этого просто не доходят руки. Вещи из масс-маркета создаются людьми в рабских условиях. А эксплуатация детского труда — это вообще глобальная проблема в Бангладеш, Индии, Пакистане, Китае. Тем более, когда речь идет о текстильной промышленности. Смены у работниц фабрики длятся по 16 часов. У них нет выходных, у них нет отпусков, а иногда у них даже нет просто возможности видеться со своей семьей. Вот возьмем даже мирового гиганта быстрой моды — ASOS. Бывшие сотрудники компании, можете почитать в интернете, они все жалуются на рабские условия труда, на низкую зарплату. И чтобы еще больше снизить стоимость производства, на работу активно нанимают мигрантов. Потому что такие люди готовы за минимально мизерную оплату сутками строчить футболки под протекающими крышами. Увы, пока именно по такому принципу сегодня работает весь масс-маркет. И ASOS, и испанские DTEX, и хижи с ними. Несмотря на то, что эта информация давно открыта, ситуация меняется очень медленно. В 2021 году один топ-менеджер фастфэшн-компании получал столько же, сколько 16 тысяч работников фабрик вместе взятых. Еще в 2013 году, после той самой катастрофы в Бангладеш, возникло движение Fashion Revolution. Его активисты борются за устойчивую моду, за достойные условия труда работников этой индустрии. И вы можете прям сами посмотреть, кто шьет вещи, которые вы покупаете. Это можно сделать вот по этому хэштегу. В Инстаграме этим хэштегом отмечено больше 900 тысяч публикаций. Следующий интересный вопрос. Как все это влияет на окружающую среду? Размещают производство одежды в развивающихся странах. Производители обходят еще один момент. Они не только экономят, они еще обходят экологические нормы. У фермеров, которые живут вокруг производственных долин в Китае, есть шуточка. О цвету воды в реке они могут предсказать модные в этом сезоне цвета. Как тебе такое, Институт Цвета Пантом? Во время окрашивания тканей в сточную воду попадают более 70 разных химических соединений. Почти половина из них остаются в воде, даже после системы очистки. Проблема с водой, с ее избыточным потреблением, пронизывает всю текстильную индустрию. Это тоже не секрет. При выращивании хлопка требуются колоссальные объемы воды на орошение. И так из-за больших хлопковых плантаций в Узбекистане, на месте Аральского моря, сейчас красуется пустыня. Потому что вода из рек, которые питают озеро, уходит на орошение и на наши с вами футболочки. Чтобы вырастить хлопок для производства одних джинсов, нужно потратить 15 тысяч литров воды. Потому что произведенную ткань должны окрасить, потом ее должны несколько раз прополоскать. И вот эта вот токсичная вода, которая остается после промывки, сливается в реки. И она отравляет не только почву, не только животных, которые живут в воде и около воды, но еще и людей, которые живут поблизости. Токсичные красители влияют на рабочих, которые занимаются окрашенными тканями. В них развиваются и болезни кожи, и болезни дыхательных путей. И многие после всего лишь нескольких лет работы на фабриках становятся инвалидами. В воде, которую пьют местные жители, находят цинк, хром, железо, мышьяк. И в этих деревнях матери рожают детей с генетическими патологиями, а половина населения борется с онкологией. Модная индустрия — это еще и гигантская машина по производству мусора. Только пластиковых вешалок для одежды ежегодно выбрасывается миллиарды штук. Просто, девочки, представьте это себе. И происходит это до того, как вещи попадут в витрины магазинов. Потому что на фабрике после того, как отшили вещь, эту вещь вешают на одноразовую вешалку. И упаковывают для транспортировки. То есть, эта вешалка, она нужна чисто, чтобы перевести вещи, не сильно ее помять. Магазин, который получит эту вещь, достанет эту вещь из коробки и перевесит ее, конечно же, на свою фирменную брендированную вешалку. А ту вешалку просто выкинет. И самое во всем этом грустное, что вот эти одноразовые вешалки, они настолько дешевые, что реально проще купить новую партию этих вешалок, чем создавать какую-то систему их утилизации. И таким образом около 85% пластиковых вешалок попадают на свалку, где, как вы понимаете, они будут разлагаться веками. Ну и очевидно, что так быть тоже не должно. Следующий вопрос. За что мы с вами платим, когда покупаем одноразовые вещи? Один из принципов устойчивой, то есть экологичной моды, это прозрачная система производства и поставок одежды, когда вы знаете, где что было произведено, как, кто купил, кто сшил, кто продал. Fast fashion бренды, они не то что непрозрачные, они вообще скрывают эту информацию. Понятно почему. Вот смотрите, футболка известного бренда стоит 17 евро. Чтобы хорошо жить собственнику, обеспечить вот эту вот длинную цепочку посредников, розничная наценка на футболку составит минимум 500%. Работнику, который эту футболку сшил, заплатят меньше 18 центов. 18 центов из 17 евро. Но мы знаем, что на том же Алиэкспресс есть футболки дешевле одного евро, которые многие радостно покупают. Сколько же зарабатывают швеи в этом случае? В каких условиях они работают? Если это вообще работают швеи, а не их дети. Я принципиально не покупаю настолько дешевые вещи, чтобы не быть спонсором этого беспредела. Цены по всему миру растут, как вы замечаете, на продукты, на топливо, на оборудование. Но одежда умудряется оставаться дешевой. Ведь фастфэшн бренды постоянно прогибают поставщиков сырья и фабрики, вынуждая их идти на эти уступки. И в итоге конкретный топ-менеджер зарабатывает еще больше, а работники фабрики еще меньше. А поставщики просто вынуждены опускать планку качества ниже и ниже, ниже, чтобы вписаться вот в эти нужные расценки. И зачастую у работников и даже руководства этих фабрик в принципе нет выбора. То есть если бренд перестанет заказывать у них, то они потеряют даже эту работу, даже этот доход. На тропу ответственного потребления встают и многие мировые крупные известные бренды. Например, Maria Grazia Curie использовала для показа Dior настоящие растения. Модный конгломерат Kering и многие другие бренды во всеуслышание заявляли об инициативе сделать коллекции углеродно-нейтральными. Сегодня просто модно быть экологичным, осознанным. Ну, если делать это по-настоящему, это очень сложно и дорого. Поэтому многие бренды используют гринвошинг. Они выступают за ответственную моду, за разумное потребление, этичное производство, но по-настоящему не соответствуют этим принципам. Гринвошинг означает использование компаний или брендов, вводящих в заблуждение или ложных утверждений об экологичности, производимых ими товаров или их упаковке. То есть бренды наперебой заявляют, что они делают очередной шаг в сторону экологичного и осознанного производства, что они перерабатывают пластик, теперь сажают деревья, потом развешивают вот эти бирочки на продукцию, собирают пресс-конференцию, выпускают красивый фильм. Я помню, как как раз перед карантином на очередной неделе моды в Милане пиарщик всем очень известного бренда с нездоровым просто блеском в глазах гордо рассказывал мне, как бренд ударился в экологию, намерен стать экологичным. Поэтому они привезли на вот показ на презентацию три настоящих дерева, которые они торжественно пересадят в парк, как только закончится Fashion Week. И все, планета будет спасена от вредного воздействия фэшн-индустрии. Я там стояла, слушала это все, думала, а они сейчас это все серьезно, да? Покупателям тоже в этот момент, конечно, доверчиво, наверное, становится приятно, потому что вроде как бренд заявляет о своей экологичности, значит появился повод купить именно этот бренд, ведь он ответственный, он экологичный. Но, девочки, при проверке оказывается, что повод, мягко говоря, приукрашен, что пакет, на котором написано, это не пластик, будет разлагаться не 200 лет, а всего 150, потому что это микропластик. А платьев из пластиковых бутылок сшили ровно два, как раз для той самой презентации, где в красках рассказывалось об устойчивом производстве. И сейчас, чтобы два раза не вставать, давайте проясним еще кое-что важное про ресайклинг, то есть про повторное производство. Да, вы, конечно, можете купить вещь, которую сделали из других переработанных вещей или материалов, но в большинстве случаев вот эта вот вещь прослужит вам гораздо меньше, она убьется быстрее. На ее производство потратят столько же энергии, воды, труда, других ресурсов, как на производство более качественной вещи. А вот переработать ее потом еще раз после того, как она погибнет у вас после первой стирки, уже невозможно. Так что вот эти вот сейчас модные бирочки в духе save the planet, да, спасите планету, это тоже часто гринвошинг. Как и в формулировке. Эко-кожа, эко-мех, которые на самом деле продолжат разлагаться еще при ваших правнуках и отравят все вокруг себя после того, как станут немодными через сезон и отправятся на свалку вместе со всеми другими одноразовыми, недорогими и дорогими одноразовыми вещами, которые надо будет в новом сезоне заменить на более модные и актуальные. Я справедливости ради, конечно, скажу, что далеко не все производители специально обманывают своих клиентов. Часто в силу неопытности действительно самим не хватает проверенной информации и думчивого подхода. А демонстрировать вот этот эко-подход бренды очень часто стимулируют настроение общества и тренды. Поэтому бренды подстраиваются, говорят об этом в своих рекламных компаниях, но, к сожалению, не все смотрят по-настоящему глубоко. Здорово, что о проблемах перепроизводства, перепотребления говорят. Но плохо, что мало кто на самом деле принимает реальные меры. В ноябре 2021 года журналисты опубликовали снимки гор, выброшенной одежды в пустыне Атаками в Чили. К примерным подсчетам, ежегодно в Чили прибывает 59 тысяч тонн подержанной одежды. Но 39 тысяч тонн не могут быть проданы и оказываются на свалке. 39 тысяч тонн каждый год, только в одной конкретной стране. Вам еще хочется покупать одноразовое? А знаете, сколько одежды прибывают в Индию? Ежемесячно в индийский порт Кандла прибывают тысячи тонн поношенной одежды из Европы и США. Только вдумайтесь в эти цифры. Европейцы ежегодно выбрасывают и жертвуют 2 миллиона тонн текстиля. 70% этой пожертвованной одежды упаковывается и продается торговцам текстилем, которые отправляют их за границу для перепродажи, в частности, в Индию. Кстати, сортировщики, которые зарабатывают приличные по меркам Индии деньги, целых 5 долларов в день, не могут понять, почему люди выбрасывают столько хороших вещей. И в ход идут даже дикие теории. К примеру, индусы говорят, что на Западе так плохо с водой, что проще купить что-то новое, чем постирать грязное. Ну, можно только представить себе, сколько одежды получают благотворительные организации. Девочки, это гораздо больше, чем нужно людям. И, увы, не вся одежда доходит до адресата, не бесплатная, не за деньги. Ее просто банально больше, чем нужно. И в итоге свалки одежды в Индии заполнены таким количеством городских отходов, что к 2050 году там понадобится свалка размером в недели. Вы тоже, кстати, можете отнести свои ненужные вещи, сами знаете, какой бренд, и получить купончик на покупку новой порции одноразовой одежды. Но эти шмотки отправятся вот сюда и будут лежать там без дела, загрязняя планету. Скажите вам, правда, станет теперь от этого легче. Вы будете считать, что бренд заботится о планете, радуя вас скидкой. Мы покупаем одноразовый мусор, который произведен людьми в рабских условиях, чтобы порадовать себя. Потом мы выкидываем его, отравляя планету, и идем за новым хламом. И этим действием мы сами поощряем производителей следовать по очень простому пути. В одном из фильмов о быстрой моде я услышала термин «трэш фэшн». То есть вместо «фаст фэшн» – «быстрая мода», «мусорная мода», как с синоним «быстрый». И он, мне кажется, очень ярко иллюстрирует происходящее. Кстати, девочки, если вы хотите поглубже погрузиться в эту тему, я очень рекомендую, если вы еще не смотрели, посмотреть фильм «Реальная цена моды». Он объясняет все процессы и очень отрезляет авторов знаменитого высказывания. А что такого? Поношу и выкину. Индустрия мода нуждается в радикальных мерах, и мало менять методы производства, нужно менять и способы потребления. То есть мало требует от производителей. Давайте начнем с себя. Вся вот эта бизнес-модель, она должна измениться, потому что у нас нет запасной планеты. Зато у нас есть уже экологическая катастрофа, в которой вместо фэшн-индустрии второе после нефтяной промышленности. Текстильная промышленность наносит колоссальный вред природе. Она уничтожает запасы чистой воды, она разрушает среду обитания, животных и людей. Быстрая мода и одноразовые с точки зрения дизайна и качества. Вещи ускоряют все эти процессы не только на этапе производства, но еще на этапе утилизации. Вот смотрите, мы надеваем дешевые, некачественные или дорогие, но одноразово модные вещи буквально пару раз. И они моментально приходят в негодность или неактуальность, или надоедают нам. Можно там недорого купить что-то новенькое, еще более модное. И так огромное количество одежды оказывается на свалках по всему миру. Надо начинать с себя. Если все останется по-прежнему, то к 2030 году модный бизнес удвоит потребление ресурсов. Хотя уже сейчас одежды поношились столько, что официально хватит и нам, и нашим внукам. Отдельно хочется прокомментировать соотношение цены и качества. Печально, но сегодня даже очень высокая цена, и бирка самого люксового бренда, не являются гарантией высокого качества изделия. Это уже давно не так. Скандалы последних лет доказывают, что большинство люксовых брендов пока очень далеко до устойчивой моды. Все мы, я думаю, помним мусорный календарь от Chanel за 800 долларов. Многие сталкивались с балетками за сотни долларов, которые красят ноги. Сумки многих люксовых брендов разваливаются в руках уже на выходе из бутика. С кое-каких люксовых кроссовок стирается краска после первого дождика. И все это происходит с вещами за 1000 долларов. Я поэтому даже молчу про те вещи, которые стоят дешевле. На карантине был хороший момент, когда мы вроде поняли, что для жизни нам нужно мало вещей. Но как только ситуация начала налаживаться, бренды снова упустились в все стяжки. Все новые коллекции тому доказательства. Получается, что есть спрос. Вот я листаю интернет-магазины с новинками и удивляюсь. Кто-то будет покупать в таком количестве эти одноразовые странные вещи, носить их ровно 3 месяца, чтобы потом снова купить что-то модное. Будем ли мы задумываться о том, куда отправиться эта вещь после? И чем больше людей будут задавать себе эти вопросы перед покупкой, тем раньше мы сможем изменить ситуацию. Говорят же, что спрос рождает предложение. Получается, что спрос что выглядит вот так? Ну, почему тогда, когда я спрашиваю мою миллионную аудиторию блога, будете ли вы это покупать? Только 3% отвечают да. А потом еще из них 1% пишут, и сори, я нажала мне туда, промахнулась, но я не буду. Ну, кто тогда все это купит? Это даже, наверное, не важно, купят это или не купят. Это не главная проблема. Проблема в том, что это произвели, и это надо куда-то деть. А через 3 месяца нам предложат купить еще и столько же. И утилизировать это все мы будем либо в своих шкафах, обрастая ненужным хламом, который мы даже не носим потом. Либо все это поедет на свалки. Что делать? Я считаю, что, конечно, начинать надо с себя. Если нам не хватает положительных эмоций, эндорфинчиков, хочется быть какой-то крутой и особенно классный, надо, наверное, идти не в магазин, а к психологу. Разбираться, что там у тебя внутри и как получить эндорфины экологичным способом. Нам необходимо покупать более вдумчиво, опираться чаще на качество и рациональность, чем на эмоции. И делать так, чтобы нам начали продавать вещи, которые не превращаются в мусор через пару стирок или не выходят из моды через пару месяцев. Мы должны диктовать эту позицию. Многие, кстати говоря, стесняются носить немодные вещи. Так зачем их тогда вообще покупать? Ведь есть вещи, которые не связаны с модой, не связаны с трендами, умеющие служить годами, оставая стильными, актуальными, отрабатывая себя многие годы. Их просто нам все реже продают. Нам просто все сложнее найти их в магазинах. Так давайте просто откажемся от покупки слишком дешевых вещей, от тех вещей, в происхождении которых мы не уверены, от слишком странных и модных вещей. Будем требовать от производителей прозрачности всех этапов производства и поставок. Мне кажется, что только так можно изменить индустрию, только через себя. И мне кажется, что девизом покупателей 21 века должен быть слоган «Less is more». Меньше — это, правда, лучше. Нам не нужно много вещей. Мне кажется, девочки, для них надо не только много денег, но еще надо много времени и места. Чем больше у тебя вещей, тем больше действий и решений тебе приходится принимать каждый день. Что, с чем, как, куда, когда постирать. Вот это вот все. Девочки, жить некогда. Откуда время, место и силы на весь этот шмот? Для классного гардероба совершенно точно не нужно много вещей. Нужно разумное количество вещей, из которого получается максимальное количество комплектов. А для стильного гардероба не обязательно чудить и превращаться в модницу и фрика. От того, как мы сейчас с вами будем поступать, чему будем учить своих детей, что мы будем покупать, зависит будущее и следующих поколений, и всей планеты. Так давайте их не подведем. Давайте не будем вкладывать свои кровные в разрушение глобальной экосистемы и пилицу, на котором сами сидим. И на котором вообще-то хотелось бы посидеть с комфортом еще нашим внукам и правнукам. И я еще раз повторю, я вообще не против моды, я не против шоппинга, я не против классных, стильных, интересных и даже креативных гардеробов. Я против всего этого с приставкой «пере». Перепотребление, когда ты покупаешь больше, чем тебе на самом деле нужно, а в ответ тебе производят больше и больше и больше, быстрее и быстрее и быстрее. Помните вот этот вот треугольник «цена, качество, время»? Можно соблюсти только два параметра, третий всегда придется принести в жертву, иначе не работает. И вот думаю, глядь, честно, на эту картинку, а вы получили ответ на волнующий многих вопрос. Что, блин, происходит с качеством? Почему вещи стали одноразовыми, вне зависимости от их цены? Потому что надо побыстрее, а еще иногда надо подешевле и еще побыстрее. И вот в этой вот модели современного производства качество просто не сможет соответствовать цене никогда. Более того, приучая нас к модели «это недорого, поноси и выкинь, что тебе жалко, купи новое, а что такого?» Мы делаем так, что города на этой планете начинают выглядеть вот так. Вот эти вот люди шьют ваши шмотки, вот эти вот люди болеют в местах производства, рожают больных детей, вот эти вот люди без выходных работают на свалках, которые захлебываются от тряпок, которые никому не нужны, и которые, обратите внимание, их невозможно утилизировать, потому что прямо сейчас, в ту же минуту, производятся новые и новые вещи, которые скоро туда заедут. Наши шаги привычки, наши способы получать эмоции и удовольствия, наш уровень осознанности и понимание того, как выглядит путь одной недорогой футболки, начиная от 15 тысяч литров воды, осушенных ради этого рек, детей, которые это сошьют вот в таких условиях, приятные скидки, которые мы получим в магазине, двух стирок и бесконечных свалок. Девочки, это все зрение одной цепи. Наверняка у вас есть десятки знакомых, которые радуются дешевой кофточке. Вы покупаете, знаете, как в детстве мороженое на сдачу. Может, у вас есть дети, которым вы просто пока что еще не рассказывали, откуда берутся дешевые вещи, сколько они будут стоить их же поколению. Расскажите, покажите это видео, перескажите услышанное, подайте пример. И найдите вот эту вот золотую середину, при которой нам красиво, удобно, радостно, приятно, модно, но при этом еще разумно и экологично. И да, нам с вами еще будут очень долго продавать одноразовые вещи. Но мне кажется, что просто чем раньше мы перестанем их покупать, тем быстрее эта ситуация начнет меняться в лучшую сторону. И, возможно, слова качество, этичное производство, разумное потребление, аутентичность и многоразовость станут не только словами, но и реальностью.